Всем привет! Меня зовут Андрей и сегодня я вам расскажу о микроджиге. Микроджиговая тема с каждым годом становится все популярней и популярней, поэтому я вкратце расскажу, что это такое, какую рыбу можно ловить на микроджиг, ну и какие приманки для этого подходят. Разберу типы приманок микроджиговых, как их оснащать. В общем, погнали! Для начала давайте расскажу вам, что же такое микроджиг в целом. Микроджиг это вид джиговой донной ловли на силиконовые приманки с использованием грузок, типа грузики чебурашка разборные, либо это джиг риги, тоже вид грузика, ну и конечно же силиконовая приманка оснащена крючком. Чем отличается микроджиг от наноджига? Наноджиг это начальный уровень джиговой ловли, это самые легкие веса и миниатюрные приманки. Веса до полутора граммов, ну и приманки силиконовые, также примерно до одного дюйма, до полутора дюйма максимум. Ну а выше уже веса, это как раз таки микроджиг. От одного до семи граммов, ну и приманки в микроджиговой теме также миниатюрные, от 0,75 примерно дюйма и до 2,5 дюймов. Выше уже веса и больше по размеру приманки, это уже следующий класс, там лайтовая ловля, ну и так далее. В микроджиге, конечно же, великое множество различных приманок разных видов, форм, самые основные, твистер, это виброхвост, ну и всякие букашки ракообразные, кракозябры можно сказать, или личинкообразные. Ну в общем, вот такие вот различные приманки, которые напоминают личинок насекомых, рачков и прочих. Давайте я остановлюсь на крючках, расскажу, какие они бывают, какие вообще лучше применять в микроджиге и как их выбрать. Классикой в микроджиговой ловле являются обычные одинарные крючки, ну как обычные. Они бывают разные, с большим мушком, с маленьким мушком, с коротким цевьем, с длинным цевьем. Так вот, лучше всего брать с длинным цевьем или со средним и с большим ушком. Если вы будете брать обычные крючки для мирной рыбы, там ушко маленькое и оно просто, ну приманка не будет должным образом играть на таком крючке, когда вы смонтируете вместе с грузиком. Будет крючок просто стопориться, клинить его будет, ну в общем такая минимально подвижная получается конструкция. Кроме обычных крючков бывают оффсетные крючки. Оффсетные крючки позволяют ловить в каких-то закоряженных местах, ну в общем такие крепкие места сложные, где большая вероятность зацепов. Силиконовые приманки, конечно же, как-то надо оснащать и главное правильно оснастить, чтобы крючок не был слишком большим, либо слишком маленьким по отношению к приманке. Ну а также правильно выбрать нужный грузик. Сейчас я расскажу, как лучше оснащать их. Самая такая классическая оснастка микроджиговых приманок это обычные разборные грузики. Они могут быть как вольфрамовые, так и свинцовые. Ну и крючки, конечно же. Крючки это в основном обычные одинарные крючки. Беру, к примеру, крючок 6 размера и виброхвост 2 дюймовый. Начинаю заводить жало крючка через голову, через, соответственно, хвост и голова, через голову. Завожу, жало, вот так вот насаживаю просто как червячка. Приманка оснащена. Принцип такой же и ко всем остальным. Неважно это твистер, неважно это какая-нибудь букашка, личинка и прочее. Крючок должен составлять примерно треть всей приманки. Треть, ну максимум доходить до половины, в зависимости от приманки. Если она с коротким тельцем, соответственно, крючок меньше берем. Если приманка длинненькая, вот как, например, виброхвосты, то тогда можно крючок большего размера взять, как вот я взял, например, 6 размера крючочек. Какую огрузку изначально выбирать? Это уже нужно ориентироваться на непосредственно водоеме, потому что непонятно где рыба и насколько она активна. Грузик уже подбирается, соответственно, по ситуации. То есть я обычно как прихожу, если именно на микруху ловлю, ставлю грамм-полтора. От этого отталкиваюсь. Если рыба не клюет на такие легкие веса, я уже начинаю экспериментировать. Либо еще уменьшаться в весе, либо наоборот увеличиваться. Кроме чебурашки есть вот такие грузики. Называется джик-рик. В чем их преимущество над чебурашками? В том, что они имеют другую форму. Они лучше летят, чем круглый грузик. У них лучшие полетные характеристики. Чуть лучше у них с чувствительностью. Не знаю, с чем это связано. Видимо, и с формой они как-то быстрее может тонут. И я такое замечал, что я отчетливее слышу касание дна вот таких вот грузиков. Какие лучше работают оснастки? Обычная классика чебурашка либо джик-рик. Тут, честно говоря, какой-то прям конкретной у меня нету статистики. И я и на то, и на то ловил одинаково хорошо и то, и то. Но мне в последнее время джиговая тема больше нравится вот эта. А вот микроджиговая я все-таки предпочитаю ловить на классические чебурашки. Иногда только я прибегаю к джик-рику. Ну и так же успешно ловлю. Поскольку микроджиг подразумевает использование деликатных снастей. Это удилище класса ультралайт. Это миниатюрная компактная катушка легкая. И использование тонких шнуров. Соответственно, крупную рыбу не половишь. На трофей с таким комплектом не пойдешь. Это как на медведя идти с рогаткой. Вот. Поэтому, соответственно, это ловля не крупной рыбы. Но бывают и бонусы. У меня был такой случай. Я пришел как-то на микроджиг помикрушить, окуней половить. На Москвореку. И у меня влетел судак на 4,5 килограмма. На деликатную снасть, на приманку 1,5 дюйма и маленький крючочек 8 размера. Ну, я его чудом вытащил. Вот такое бывает. От этого никто не застрахован. Главное не паниковать. Главное работать фрикционом. И можно вывести даже крупную рыбу. Но в основном объектом ловли в микроджиге это окунь, это мелкий судачок, щука, бычки, ну и тому подобные небольшие рыбешки. Ну, также на море это небольшие рокфиш рыбы, ласкири, горбыльки, скорпены, бычки, зеленушки и прочее. Несмотря на то, что микроджиговая тема очень популярная, интересная, но у нее есть свои минусы. Вот ветреную погоду, такая как сейчас, некомфортно ловить. Потому что при забросе приманку попросту легкую сдувает с легким грузиком и не получается выполнить и точного и дальнего заброса. При зацепах вы будете терять всякий раз практически приманку, потому что используется деликатная снасть, тонкая леска, приманки отрываются. Ну, а также при микроджиге не половишь на сильном течении, потому что легкие веса будет просто сносить. В общем, вкратце я рассказал, что такое микроджиг, какие приманки существуют, какие крючки, как в общем это все оснащать. Но микроджиг на этом не заканчивается. Также важно выбрать место ловли, подобрать нужную проводку и если вам это будет интересно, мы обязательно снимем отдельный ролик. А на этом все. С вами был Андрей. Не забывайте подписываться на наши соцсети. До новых встреч. Пока.